В принципе, как всем нам, на тебя особенно, и чтобы рок-н-ролл у нас у всех не умирал. Все, всем хорошего вечера. Здоровья, дорогой Рудольф, поздравляю тебя с днём рождения, желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет твоих жизней. Огромное тебе спасибо за то, что ты нас вместе всех сегодня забрал, и тебе всего самого наилучшего. Думаю, что все остальные присоединяются ко мне. Рудик, позвони, пожалуйста, делай лучше. Сергей человек такой, как говорится, служивый человек, он инженер. Он, говорите, умеет, он всё делает делами. Ну, и так я бы, например, сейчас, к примеру, у Картасаева слова... Володя, ты не возражаешь, если я тебе это сделаю? Ну, я ещё недостаточно... Ну, продолжить-то можно? Я ещё на слоточный треск. А-а-а. Чуть позже. Чуть позже, с удовольствием. То есть тебе чуть позже. Так. Так, не будем отсылать. Есть ещё желающие выступить? А, у нас, вот, замечательная сеть. Или нет? Да. Ты кто, товарищ там? Ну, что ж, просим. Я вам спрошу своё. Микрофон. Микрофон. Хорошо. Я не слышу ещё. Походи к микрофону, подойди. Да, правильно. Алло. Да. Меня зовут Голивер. Мы с Голивером старые друзья. Знакомы больше 50 лет. То есть пол века. А может быть, даже чуть больше. Наша дружба начиналась вроде бы с... Как это сейчас говорится? С мелкого предпринимательства. Но очень скоро эти деловые отношения переросли в дружеские. Значит, объединил нас в великий рок-н-ролл. Я коллекционер. Рудик тоже коллекционер. У нас много общего. Значит, могу сказать, что... Очень хорошо, что мы познакомились, потому что Рудольф человек широкого профиля. У него очень широкие интересы и широкие возможности. Как в музыке, так и в литературе. Я тоже в этих сферах в какой-то степени вращаюсь. Вот хочу пожелать Рудольфу успехов творческих, огромного здоровья и больших, вообще, жизненных положительных эмоций. Ну, Володя, ты уже готов? Да. Ну, мы всегда готовы. Учитывая, что сегодня надо говорить в микрофон... Это непорядок. Да, да. Ну, чуть позже мы разойдемся, потому что ни один праздник не происходит просто так. Он всегда должен быть в развитии и в динамике. Вы же знаете, что по сценарию-то все же должно быть постепенно. Конечно, кто проверял. В Армении. Да, это какой он-то? Что это что-то такое? Микрофон, у меня какой-то номер. Либо два, либо... Либо два, либо... Леганон. Леганон, смотри. А, там несколько. Там все, 20, 20, 20. Отлично, отлично. Вот, потрясающийся. Вообще-то... Сейчас у нас какой? 2024-й? Да. Это удивительно. Но ровно 50 лет назад мы познакомились с Аудой. Полвека прошло. Как будто пролетело как мгновение. Но в этом нет ничего страшного, потому что за эти годы мы друг другу, я думаю, подарили столько приятных минут общения. Которые даже и обсуждают бессмысленно. Потому что я, например, в далеком 1974-м году предположить, даже представить не мог, что меня занесет на такую интересную планету, которой в то время руководил Рудольф. Ничего не поделаешь. Я был совершенно как будто бы на другом острове. Жил там где-то там совершенно в другом измерении. Но волею судеб мне посчастливилось прикоснуться и вот к этой удивительной истории, с которой ты руководил в те годы. Дело все в том, что... Ну, что мы же были такие ребята, нам было там чуть поменьше лет, чем сейчас. И поэтому мы воспринимали все крайне неоднозначно. Нам казалось, что... Что это такое? Что это? Чем мы занимаемся? Но оказалось, что... Все-таки именно многообразие музыкальных стилей и музыкальной... И вообще музыки в нашей жизни это сыграло огромную положительную роль в том, чем мы занимаемся и до сих пор. И Рудольфу за это огромнейшая благодарность и спасибо. Отдельное от музыкантского сообщества. Потому что ты все эти полвека радуешь нас огромными и огромными победами. Может быть, не все как-то так об этом говорят и замечают, и не замечают этого. Но на самом деле тебе за все эти десятилетия удалось очень и очень многое. Но что самое главное? Я не могу не спеть маленький фрагмент. Петь мы не умеем особенно. У нас, как по определению, в свое время, как сказали, один опытный человек сказал в Кремлевском дворце съездов. Я с ним, наверное, все-таки соглашусь. Он сказал, ну что могут эти микрофонные шептуны? Петь научитесь сначала, а потом выходите на сцену Кремлевского дворца съездов. Это сказал один из солистов ансамбля Александрова Краснознаменного. Ну действительно, когда сзади него стояли Муслин Магомаев, Иосиф Кобзон, Карел Готт, такие вот ансамбли Песнеры, Тамара Синявская. И поэтому он адресовал эти нежные слова в том, что мы петь не умеем. И я с ним, в общем-то, внутренне согласился. Поэтому, как микрофонный шептун, Я спою старую, нежную, добрую, Маленькую четверостишнюю. Не грусти, Рудольф, Что осень придет в наш дом, И что за окном будут дожди. Мы придем с тобою в сад, Там, где много лет назад. Ты впервые мне сказал тогда, да. Настоящая любовь Вечно греет нам сердца, Не стареет никогда, никогда. Ей разлуки не страшны, Обещания не нужны, Потому она всегда молода. Это для тебя. Если ты помнишь эту старую песню Конца 60-х годов, Когда ее пел небезызвестный наш, Вообще, наш звезда того времени, Валерий Абадзинский. Все помнят это? А, чуть все. Мы эту песню помнить, Особенно не должны, Но Рудик должен помнить эту песню, Потому что, как тогда было принято, Говорить, это песни нашей молодости. Я всегда помню, Это у меня мама всегда говорила эту фразу, Вы вот со своими Битлсами, Там, Роллинг Стоунс, Там, Дип Аббл какие-то. Это все, это все, это ерунда. А вот песни нашей молодости, Там, типа, Клава Ивана Шурженко, Там, Владимир Трош, Вот, вот это настоящая музыка. Я тогда с ней не мог согласиться, Потому что мы были во власти, Вот, всего того, Всего того, что на нас свалилось, На нашу голову в 60-е годы. Но сейчас я начинаю понимать, Что она была права. Существует такое понятие, Как песни нашей молодости. По перелукам бродит лето, Солнце льется прямо с крыш, Помните, да? Под руки солнечного света, У киоска ты стоишь, Па-па-па-па-па-па-па-па, Блестят таблошками журналы, На них с моторгом смотришь ты, Ты в журналах увидала Королеву красоты. Па-па-па-па-па. Все поняли, о чем я? Рудик, с днем рождения И всего самого-самого доброго тебе. Береги себя самое главное. Остальное... Мы еще попоем. Попоем? Попоем? Дорогой, дорогой, Поздравляю тебя. Рад тебя видеть Еще много-много лет. И пожелаю тебе творческих успехов, и ждем твоих новых книг, которые, надеемся, ты издашь всего. Сейчас, когда я встретил удивительного человека, в каком смысле удивительного? Потому что он удивил даже меня. Этот человек, его зовут Алексей, он живет в Кемерево, и он удивил даже меня, который видел всяких людей. И вот, внезапно, я получаю от него предложение. Человек живет в Кемерево, и вдруг звонит по телефону и предлагает издать мои стихи. За свои деньги, за свои усилия, такого я не встречал. Как правило, никто не берется издавать чужие стихи. Никто не берется издавать и редактировать чужие стихи. Это я знаю по своей собственной шкуре. Я много раз пытался отредактировать то, что я называю стихами. И каждый раз мне это возвращалось с надписью «Мы ничего не можем тут сделать». Тут какая-то сплошная, на него можно называть это тем именем, о котором я говорил. И тут человек по телефону получает мои стихи, и вот я получаю первый из дворных стихов, изданных в России. «Вы найдите такого второго человека, и я вам заплачу». Я заплачу. Потому что таких людей просто нет. Это высшая степень благородства. Мы будем, как говорится, посмотреть, что-то будет дальше. Пока что это одна книжечка, в которую попали не самые мои лучшие стихи. Но тем не менее она есть. Будем надеяться, что появится еще. Я искренне благодарен подобным людям. Они встречаются настолько редко, что даже удивление берет. Я поднимаю тост за этого человека. Я выросла под песней Аркадия Северного. Мой папа обожал просто. И вот я никогда в жизни не думала, что пройдет невероятно много лет. Я сама ростовчанка, и я познакомлюсь с человеком, кому принадлежат слова «Одесса мама, Ростов папа». Поэтому я безумно рада, что меня жизнь свела с Рудольфом, что мы пережили с ним тяжелое заточение в ковид. Помнишь, как я приходила к тебе и ты говорил, какое счастье! Есть возможность с кем-то пообщаться и так далее. Поэтому я рада, что меня привело в ваш клуб, что я познакомилась с такими интересными людьми. И желаю Рудольфу и творческого долголетия. Желаю здоровья, желаю лечиться. Услышала, что он категорически не хочет лечиться. Поэтому, Саша, пинай папу. И здоровья, счастья и всего наилучшего. Надеюсь, что мы не последний раз встречаемся вот в такой хорошей большой компании по поводу 17-летия. Подарила Рудольфу кружку, написала «Рудольфу 87», а в душе 17. Поэтому за 17 лет давайте поднимем бокалы. Давай. Давай. Поздравляем. 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 Спасибо. Поздравляем. И я хочу сказать, что за эти годы мы планируем давно сделать фильм про Аркадия Северного, но, к сожалению, никак финансирование на него не находится. У нас много уникальных съемок. Рудольф в том числе... Можно чуть-чуть отойти? Рудольф в том числе... Ваша встреча с Андреем Тропилой. Помнишь, мы приезжали и снимали вас вдвоем? Вы еще водку из чайника пили? Помнишь? Очень классные съемки. Мы очень много снимаем Рудольфа на протяжении всех по 10 лет. И мне кажется, что пришла пора уже сделать фильм документальный про Рудольфа. И я хочу выпить за то, чтобы в этом году мы сделали фильм про тебя. Олег Николаевич, поддерживаешь идею? Поддерживаю, поддерживаю. Да, потому что очень много, очень много съемок. И мы их уже накопили. И уже я поняла, что надо уже прежде, чем про Аркадия Северного делать, сделать уже про тебя фильм. Хороший документальный. Так что, поздравляю от души. И многие лета. И всегда этот человек душой молод. И я вот просто считаю, что надо брать пример с таких, как Рудольф, людей. Поздравляю. Поздравляю от всей души. Здоровья и долгих-долгих еще лет. Ну, видео пошло. Сейчас я подойду. Так, ребята. Вот там группа телевизионщиков в углу. Посмотрю сейчас. Чего вас посмотрю сейчас? Саша. Саша. Давай, давай, за папой. Не будем нарушать традицию для известных туристов. Все, все, сейчас, все прилично. Подними руку, подними, я вижу. А, все, отлично. Ребят, все сказали, все сюда смотрим, ребята. Смотрим, ручками помашем. Сюда смотрим. Не, не надо пока махать. Один раз просто. Махать не надо. Вот. А теперь можете помахать рукой. Хэй. Хэпи бэс-дэй тху-ю Хэпи бэс-дэй тху-ю И с Мамедом! Пою Мамеду? Я пою! Я прою! А там же видео! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Субтитры создавал DimaTorzok